Так нелегко раскаяться и жить, И так легко грешить и гадить, И ум и честь, и совесть погубить, И смрад порока за собой оставить. Когда суда гламление есть закон, А вратик расть вполне уже прилично, И с колоколен слышен лживый звон, И проповедник мерзок и двухличен, Взрастит детей на подлости хлебах, На доскверненной родине нажиться, Но и дентгенций не дают на небесах, И поздно к старости до хрепоты молиться. Куда идем, к чему нам злые лица, И что нестем в неискренних глазах? Итак, слушайте. Добрый день. Добрый день всем подписчикам, Всем старым подписчикам, Всем новым подписчикам, Всем настоящим друзьям моего блога. Конечно же, также рад приветствовать всех новых зрителей. Друзья, сегодня ролик у нас, как всегда, в воскресенье, И тема у него, скажем так, связана с изуверскими способами уничтожения памяти населения. То есть, память не просто уничтожали, а изуверски уничтожали. И решенные памяти прошлого. Люди дружно строили непонятно что, И продолжают сейчас, место строительства уже просто заняты открытым разрушением, И радуются тому, что вокруг них происходит. Ну, кто-то не радуется, кто-то переживает, Но, опять-таки, это переживание, это просто жуткий панический страх. Друзья, начну я с одного маленького письма. Подписчик Равель Юсупов пишет. Доброго здравия, Марат. В начале на левых участвовал в разработке документации по реставрации, Воссозданию памятника архитектуры, Посвященному войне 1812 года в Малоярославце. Аналогичный тогда памятник такой сохранился в Смоленске. Малоярославцы же был взорван, Памятник был взорван большевиками. Тогда еще функционировал институт по правлению расчетов, Конструкции памятников. И его силами удалось раздобыть копии оригинальных чертежей, Оригинальных кавычках. И так чугунный стол башни памятника, Представлял собой высоту 27 метров. И был, как сообщали от лиц в Питере, Из трех пустотелых частей и нескольких накладных элементов, И доставлен в Малоярославец. Внимание! Каково же было удивление, когда обнаружено, Что ни один современный завод Не способен это повторить, А тем более доставить. Пришлось полностью пересчитать И изготовить чертежи с учетом новых возможностей, Разделив детали на множество малых фрагментов. Памятник впоследствии все же изготовили в Минске, И собрали по месту из полусотни фрагментов. Еще удивилось, что в местном музее не нашлось следов, Как его возводили. То есть никаких следов, Как же возводили реально памятник, Нигде нет. Зато было много информации о битве. Ну, такая битва была под Малоярославцем, Когда, значит, Наполеон, как нам говорят, Покинул Москву, И, не желая возвращаться по той же дороге, По которой пришел по Смоленское, Рванул на юг, в сторону Малоярославца, Где было сражение, где его не пропустили, И он вынужден был отступать по разоренной земле. Ну, мы уже с этой темой Великой Отечественной войны 1812 года, мы уже разобрались. Разобрались, на самом деле, Кто такой был Наполеон. Так что тут обсуждать смысла нет. И ролики все есть на канале. Их много. Смотрите, находите. Есть трилогия, которая разбирается Подробно образ Наполеона I и Александра I. И так далее. И вот он пишет, что в местном музее Не нашлось следовую возводили. Откуда же они там будут? Но было очень много информации о битве. Но сложилось ощущение, что все экспонаты И оружие полный на воде. Я ему ответил. Зараве раве. Те заводы, которые могли создать такую, Уничтожили или вывезли по деталям Шарф В период с 1917 по 1928 год. Жалкие остатки, вроде Николаевского кораблестроительного комплекса, Добивают сегодня. Когда-то в Николаеве это были французские верфи. Теперь же можно спокойно назвать Самостийные руины. Интересная ситуация сложилась В так называемой спутниковой связи. Все больше и больше в мире Мертвых зон, где нет приема сигнала. До полной остановки дальней навигации Осталось года полтора. Александр Анахов пишет. Охотники жалуются. Ни у кого не работают спутниковые телефоны. Я ему ответил. Здравия Александра. Система так называемого спутникового обеспечения От них не зависит. Им их удается использовать И не более того. Все износилось уже. Вот почему у них скоро ничего не будет В этом плане получаться. Ну вообще, то есть, я все время говорю, Что у них планы одни, А получается совсем все другое. Потому что эти твари, которые руководят миром, Они ничего на самом деле реального создать не могут. Они разрушители по своей сути. Объясню вам просто. Одномоторный, смотрите, самолет Diamant DA40NG Предлагает вам отличную управляемость Для самолета с одним двигателем. Так что вы можете чувствовать себя уверенно, Как в салоне своей машины, Когда находитесь, например, в этом самолете В воздухе. Это четырехместный легкий самолет, То есть, маленький самолетик, Построен из композитных материалов И был впервые запущен в производство В 1997 году. Порядок на таком самолете Можно осуществлять даже в визуальном режиме. Точно так же, как в свое время Летали в визуальном режиме На всяких самолетах До Великой и после Великой Отечественной войны. И тут, наверное, есть зрители, Которые помнят, как, например, Поля обрабатывали так называемые Кукурузники. Пет-2, легендарные самолеты, Которые бы использовались Во время Великой Отечественной войны, Как ночные бомбардировщики. Которые использовали там Обыкновенные, простейшие приборы были. Я как-то был в кабине, Там вообще ничего не было особо из приборов. Так, как, скажем, в кабине грузовика ГАЗ-51. То есть, обычный компас, Высотомер там и так далее. То есть, ну, немножко отличается, Но, в принципе, это все устроено Без всякой там навигации, Без всяких радаров, Чтобы летать туда, когда вам надо И садиться в любом месте. В то время, как по полету реактивной авиации Скоро им придется совсем забыть. Они могут все, что угодно строить, Все, что угодно делать. Могут наращивать производство Самолетов каких-то там новых, Создавать единую монополию. Но, на самом деле, Любой Боинг, например, не сможет, Взлетев, найти аэропорт назначения скоро. Поэтому все дальние перелеты, Дальние авиации, Все военные авиации, перелеты, Все прекратятся. Друзья, Внизу под роликом, как всегда, Именно тех, Кто смог, захотел и имел возможность Оказать помощь каналу. Большое имен этих настоящих друзей Вы давно знаете. К ним прибавились, конечно, Есть и новые подписчики, Которые нашли время, Возможность, желание И оказали помощь. От себя и от вашего имени Я благодарю их за регулярную, Постоянную поддержку. Те, кто постоянно поддерживает. Они делают это за всех подписчиков, Хотя их количество, конечно, Составляет, ну, может быть, Чуть более одной тысячной процента От общего числа. Там же, внизу, Вы найдете ссылки, По которым сможете, Если имеете желание, Возможность присоединиться К их числу. Те, кто проживает в России, Этого сделать не могут, Если не имеют счетов За пределами Российской Федерации, Или если в банке не работают, Через банки бывших Союзных республик. Как это делать? Я ответил, У меня вопрос не задавайте, Как это сделать? Я ответить не могу. Говорят, что возможно, Но я не хочу никому Ничего навязывать, И тем более рекомендовать. Сейчас мы немного поговорим На тему важную Для понимания того, Как же сильно поковырялись В головах населения СССР За достаточно небольшой Исторический срок. Именно поковырялись, Причем я подчеркиваю. Начну я с тем, О которой никто упорно Говорить не хочет, И которую все официальные И неофициальные правдолюцу Упорно и злонамеренно Не замечают нигде, Нигде в мире. То есть все как будто бы Видят и знают, Что была, например, Такая территория Под названием Галиция. И она вообще куда-то, Куда более обширна, Чем сегодня нам об этом Скользь пока еще говорят. Пока еще говорят. В империи российской Эта территория носила название Зарубежная Русь. Вот ее карта, Смотрите на карты. Вся история жителей этой земли Это история издевательства И угнетения русов Центральной Европы. Потому что там еще была Прикарпатская, Закарпатская Русь И так далее. То есть вот Все эти названия, До этого это все называлось Южнославянская Русь Называлась. Вы бы знаете, Что, например, Натворили с болгарами. Они же ведь исторически все время Тянутся к России, Но у них все время есть правительства, Которые всячески стараются С Россией воевать. То есть они не с Россией воевать, Они-то хотят, Чтоб болгары воевали с русами. То есть русы-болгары Должны воевать с русами. То есть сегодня русы, Территория У воевать с русами, Которые... Ну то есть они-то на самом деле Не воюют, Воюют идиоты, Которые добровольцы, Я об этом говорил, Которые пошли С другой стороны. Мы сейчас не будем говорить О совершенно утративших разум Через поляков, Белых русах, Хорватах, Болгарах, Македонцах, Чехах, Словаках и других. Мы просто попытаемся снять Воняющие гноем бинты С этой покрытой коростой Исторической раны, Под которой, Как мы видим, Не осталось практически Здоровой плоти. Плоти просто здоровой не осталось. Это гноящиеся гангренные раны. Черная гангрена поразила эти земли. Гангрена неизлечимая, Скорее всего, Как мы видим. И мне лично очень не хотелось В этом вот гное просто противно ковыряться. Но пришлось, Так как, судя по всему, Сделать это просто некому. Официальная информация от нечисти. Самый антирусский, Очевидный регион западной Украины, Галичина, Или на западный манер Галиция. Более того, Обычно всю западную Украину Почему-то смешивают с Галицией. Игнорируя особенности Буковина, Волыни и Закарпатия. Но справедливости ради, Надо признать, Что Галиция действительно ведет за собой, В какую сторону, Это уже другой вопрос, конечно. Все западные земли Украины. Так как подобное прощение Вполне можно объяснить легко. Но сомневание Этническая история Галиции заслужит, Потому что именно этот край Являет самой антирусской Русью. Является антирусской Русью. Я подчеркиваю. Именно здесь сложился Патологически злобный Русофобский украинский национализм, Который, в отличие от других регионов Украины, Имеет здесь массовую поддержку. В наши дни Галиция Включает в себя Трех области Украины. Львовскую, Ивано-Франковскую, Терновольскую. И население около 3 миллионов человек Там осталось. Совсем недавно было больше 5. Ну и официально нам считается, Что 5, но сейчас сбежала, Так по самым скромным подсчетам, Около 1 миллиона В поисках цыганчины и дармавчины. В основном молодые женщины С детьми или без детей. Многие сегодня, конечно же, Рванули назад, Так как их в той же Италии, Например, Франции, Если звить подписан подписчиков, Беженками не признали, Денег не дают. Заработать, торгуя телом, Полный кошмар, Никак невозможно. Рынок этих навязанных И навязчивых услуг Давно и четко поделенный, Строго контролируется. И там новым, так сказать, Жрицам совершенно делать нечего. Эти собачки, Не будем говорить другие слова, Которыми их надо называть, Побегали, Полаяли, Поорали в разных центрах, Потратили нетрудовые накопления Свои трудовые накопления Своих мужиков, родителей, И рванули назад, Проклиная куклу Пу, И гей Европу одновременно, В которой их услуги местным мужикам То ли не нужны, То ли доступа к ним нет. Скоро на этом рынке Вообще будет полная задница, И без них, Для всех, Так как времена, Когда у бюргеров были деньги, Пришли к концу. Ему на пиццу, На бокал красный, Уже трудно наскрести. Финита ля комедия. Но речь у нас не о сегодняшних днях Прекрасного демократичного мира, А о страшном, Своем гротескном безумии, Мире Земли Икс. И о том, Что же происходило на самом деле На этих многострадальных землях. Галичина на самом деле С середины 19 века Наиболее густонаселенная, Действительно густонаселенная Территория нынешней страны Омб. Почти всю свою историю Местные жители называли себя Русинами. Многие сейчас так называют. То есть жителями Руси. Только в начале 20 века Поляки и Евроди Кореям Сумели вбить в голову Нелепую мысль, Что они представляют собой Отдельную нацию украинцев. То есть они всю жизнь Называли сами себя Русины. А потом вдруг стали Называть себя украинцами. С какого перепугания, Кто не знает. И все, даже теперь Западные украинцы Вовсе не представляют собой Сегодня тоже этнического целого. Начнем от простого. Вот смотрите, И вот типичный хутор русов На этих землях. Они были в реальности Людьми Третьего сорта На своей земле. Краткая справка о том, Как строили русов Бессмысленной и беспощадной Бойне в середине 19 века. Я почему строили русов? В марте 1846 года, Когда вот шла в Европе Повсюду шла война И Гольштейн Романова Захватывали Европу. Поляки подняли восстание Против администрации Гольштейн Романова. В то время, Который именовал себя Царем Польским. Потому что в Питер Он сел только в 1856 году. А их крестьяне подняли Восстание против своих господ. Оказавшись таким образом Союзниками властей. То есть, Союзниками Гольштейн Романова. Габзовская, Романовская, Черт знает какая администрация, Противопоставляют друг другу Два народа, Как всегда они делают это. И сегодня то же самое. На самом деле народ-то один. И два сословия. Сословия тоже не любят Противопоставлять всегда. То есть, Классовую ненависть Разжечь надо. Распространялось Что поляки В случае победы Своего восстания Тут же начнут Резать крестьян. Представляете, Какие идиоты поляки. Крестьян, Значит, Они начнут резать Как только Держат победу. То есть, Наверное, Им кушать Этим победителям Не надо. Только последний Идиот Режет крестьян. Последний В силу своей Недалекости Иудеям Из администрации В это поверили. Ведь все Ведь они Привыкли верить Иудеям Постоянно Идей Их обманывают. Ведь всех Всех На самом деле Жители Той территории, Которые Силы имели Ведунов, Волхов, Арабов, То есть, Ученых Уже уничтожили Полностью Все Все центры Силы Все Полностью Закрыли Уничтожили Все Храмы Постепенно Захватывают Еще не захватили Все Но захватывают Предателям Были Такие Предатели Везде Всегда Бывают Предатели Предателям Дали Землю И дали Кристиан Пообещав Им огромное Благо За то, Что они Наденут Форму И будут Сражаться В армии Гольштейна Романова Пообещали Огромное Благо Солдатам И офицерам Армии Гольштейна Убедил В том, Что они Шляхтичие Паны Крутые Легко Убедить Похвалить Дурака Застав Дурака Богу Молиться Он Лоб Расшибет И вот Крестьяне Стали Что делать Они Стали Убивать Панов Одного Только Бессмысленного Крестьянского Бунта Самим Этим Организаторам Показалось Мало И они Объявили Что за Каждого Убитого Пана Помещика Будет Выплачена Награда Вы представляете Вот То есть Они Сами Платят Награду За то Чтоб Крестьяне Уничтожали Их же Солдат И офицеров И крестьяне Со всех сторон Свозили Торнув Город Головы Поляков Часто Не отрезанные От трупа А отпиленные Заживо Мало Награда За живого Поляка Была вдвое Меньше Чем за мертвого Почему Многие крестьяне Приведшие Своих Пленников Торнув Живыми Убивали их Прямо там В городе Сохранялись Известия Будто по улицам Текли потоки Крови Но это Видимо Уже Скорее всего Просто Кто-то придумывает Ну Приукрашать Любят Все Было убито От полу До трех Тысяч Поляков Шляхтичей С которыми Так расплатились За предательство Валанская Резня Очень помогла Романовым Закрепить свой режим На этой территории И начать подготовку К созданию Российской империи И Австро-Венгрии Для формирования Истории И приступить Уже тогда К планированию Многих известных Событий На вам всем Включая Заселение Территории Западной Руси Немецкими Переселенцами За берегов Волги И Каспия И насаждение Немецкого языка Местным жителям Разных групп Что привело В 1871 году К созданию Опереточной Кайзеровской Германии О немечивании Проявили Очень быстро Всего-то За 40 лет И уже В 1910 году Все жители Австрии Германии Говорили На языке Шиллера Родившегося На самом деле В Астрахани И Гетель Тоже Творившего По Волжии Великолепная Склонность Немцев К порядку Частоте Строгим Правилам И хорошей Организации В работе Была направлена В нужное Русло Под базовым Контролем Группу Потомственных Военных Пруссии То есть Тех же Самых Русов Которым Также Пообещали Очень Высокие Золотые Горы За верную Службу Прусской Военщине Вернее Пообещал Предатель Вступивший В симбиоз Энергетической Сущностью Предатель Подселил Себя Разрешил Подселиться Энергетической Сущности И в результате Утративший Все И навсегда Все Это значит Душу Честь И совесть Небезосвестный Всем Бисмарк Родным Языком Которого Был Русский Он же Успешно Изображал Себя Того самого Вильгельма Первого Якобы Император Лекайзера Империи То есть Это одно И то же Существо Как Не с ним Расплатились Спросите Вы А все Просто Поставите На Калининградскую Вову Огласть И вам Все Станет Ясно Где Там Сегодня Прус Русы Цена Предатель Всегда Одна Бывает Только Одна Гибель Души Изобвение Русы Как видите Успешно И настойчиво Занимаются Суицидом Под мудрым Руководством Единой Партии Мирового Равината Поезжайте Сегодня Куда Ни Ровно Льва Вы не скажите Им Что они С 1855 По 1895 Год Регулярно Устраивали Восстание Противо Астрийской Польской Администрации И требовали Соединения С Россией Восстание То есть 40 лет Они Постоянно На территории Западной Украины Которая Сегодня Называется Западная Украина Постоянно Восставали Против местной Администрации И требовали Воссоединения С Россией С Российской Империей И за это Вот Их предки Это они же Потомки Тех Кто за это Сражался Все время То есть Рвались В Российскую Империю Они не могли Понять Как те же Самые Сербы Не могли Понять Почему Россия Их никак Не берет К себе Никто же Не понимал Что во главе России Стоит Тот же Самый Гольштейн Который Все Это И организовал Так Вот Я повторяю В Руссы Как вы видите Вот успешно Успешно И настойчиво Все эти годы Занимаются Только одним Суицидом Самоубийством Под мудрым Руководством Единой партии Мирового Равината Хотите Прямое Доказательство Полного Развода Сейчас Предоставлю Вам Население СРСР Даже Недавние Истории Которые Все мы Дружно Учили В школе Покажу На примере То есть Полный Развод Без дела Смотри Сами Думайте О том Что вы Перед собой Верите Князь Юсуп Он же Граф Эстон Сумароков Он же Моши Иосиф Джугашвили Он же Иосиф Сталин В своем Обращение Заявил Следующий Свою Агрессию Против Нашей Страны Естественно Это В Их Страна Они Все Они Считают Что Это Их Страна Япония Военных Кораблей И создать Тем Самым Выгодное Положение Для Своего Флота И Она Действительно Вывел Из строя Три Первоклассных Военных Корабля России Как Известно Войне Япония Россия Потерпела Тогда Поражение Мы Вот Уже Разбирали У меня Есть Два Ролика О том Что На самом деле Представлял Судный Опять же Тем же Самым Гольштейн Роман Япония Япония Воспользовалась Поражением Царской России Для Того Чтобы Отхватить От России Южный Сахалин Утвернется На Курильских Островах И Таким Образом Закрыть На Замок Для Нашей Страны На Востоке Все Выходы В Океан Следово Также Все Выходы К Портам Советской Камчатки И Советской Чукотки Было Ясно Что Япония Ставит Свою Себе Задачу Отторгнуть От России Весь Ее Дальний Восток В 1918 Году Наши Предки Смотрим Внимательно И Рядом С Флагом Британии Что Что Мы Видим Справа В Правом углу А Видим Мы С В Флаг Японии Имперский Флаг Японии Вам Стало Весело Кого же Они Побеждали Вы Смотрите Сами Вот Я Вам Сейчас Покажу Флаг Реальный Флаг Японской Империи Сравните Его С Флагом Коммунистического Китая Ну Я Его Ставить Не Буду Но Вы Знаете Да Вы Его Все Много Раз Видели Читаю Вам Еще Наберитесь Терпение О Таких Случаях Бывает Очень Не Тороплив В Праздничный День В Советских Газетах Был Опубликован Репортаж С Подписание Акта Капитуляции Японии Церемония Освещая Спецкоры Танцы Николай Богданов И Иван Бочарников По традициям Центральной Печати Тех лет Репортаж Начинался С лирической Зарисовки Начиналось С лирики Медленно Рассеивается Туман Над Токийской Бухтой В этот Исторический День Постепенно Вырисовывается Силуэтом Многочисленных Коровлей Союзников Грозно Выстроившихся Напротив Столицы Японии Кратко Упомяну В репортаже О подписавших Акт Капитуляции Председателях Ша Китая И Великобритании Заметим Китая Китай Тоже Внимание Подписал Акт Капитуляции Японии Внимание Думайте Сами Спецкоры ТАС Переходят К главному Треск И щелкание Многочисленных Фото и кино Аппаратов Увеличивается Когда Макарту Приглашает Столу Советскую Делегацию Она Здесь Центра Внимания Присутствующая Веретнее Представитель Могущественной Советской Державы Державы Победителя Которая Разгромив Фашистскую Германию Ускорила Затем Капитуляцию Японию Подписывающего Акт По полномочению Верховного Главнокомандующего Советскими Вооруженными Силами Генерал Лейтенанта Деревянка Сопровождая Генерал Майор Авиации Воронов И Контр Адмирал Стеценко Вопрос Посмотрите на фото Вы видите на фото Советского Генерала Подписывающего Акт От победителей А позднее Него На вытяжку Стоят Генералы Франции А они Так Сюда Попали Они Же Враги К тому же Какое Они Отношение Вообще К победе Над Японией Имеют Вам Не нравится Что они Были Враги Вы Знаете Сами Вы Еще Конечно А как Эскадриль Нормандия Неман Вспомните Что Такое Эскадриль А вот Фото Например Смотрите Нацистского Легиона Со своим Флажком Французским А теперь Простой Такой Вопросик Есть А кто На самом Деле Воевал Вообще В этой Войне И с кем Кто И с кем Воевал Я в этом Ролике Не отвечу Вам Сразу На этот Вопрос Потому что Вы можете Писать свое Мнение Кто С кем Воевал Заметим Что У репортажа Нет Конечно Ни Слова Франции Встань Победители Но они Там Стоят Второй Вопросик Такой Тут же Сразу Возникает А почему Акт Капитуляции Я в Я в Германии В 1945 Году Подписали Сначала Союзники Без СССР 8 мая А потом Они почему-то Подписали Во вторично Уже 9 мая Как-то Странно Не находите Но они Праздновали Все Союзники Так и Праздновали 9 мая 8 мая То есть Например В той же Франции Праздновали День Победы 8 мая Непонятно Кого Они Побеждали Ну Сейчас Уже Никто Ничего Нормального Не празднует Но Тем Не менее А Вот На территории Советского Союза Праздновали И Социалистических Так сказать Сателлитов Праздновали 9 мая Когда Нам Разрешили Это Праздновать То есть Мы Начали Праздновать Когда Нам Разрешили Это Праздновать Бросили Кость Собачкам Победителям Вот Вам Празднуйте Перед Этим Как Вы Видите Был Праздник Официальный 3 сентября Был Нерабочий День Потом Праздник Этот Быстро Потерялся Забыли Про Небогу Понимаете Был Праздник 3 сентября И Не Стало Праздника 3 сентября Ну Что Бывает Потерялся Праздник Победы Над Японией Народ То все Терпит Терпит Совершает Страшный Грех И 17 лет Ничего Народ Не Празднует А Празднуть Разрешили Через 17 лет 26 апреля 1965 Года Когда Уже Уничтожили Большую часть Ветеранов Коллег И Инвалидов Еще Нацепим А теперь Еще Повесим На себя Знак Зет Фашистской Германии И пойдем Маршировать Весело Дружно Даже Козел Не нужен Достаточно Просто Зет Впереди Повесить Что За Такой Бессмертный Полк Я спрашиваю А вот Смотрите Вот Победители В Харбине Знаете Что Был Город Я уже Говорил Харбин Там Вся Территория Северной Китая Там Жили Только Казаки И Русы Больше Никого Там Не Б И Вот Победители Видите Празднуют В Харбине После того Как Мау Вместе с ними Вырезал Всех Свободных Русов И Всех Казаков Неподластных Кремлю Потому что Там Продолжалась Жизнь Такая Какая Она Была В Российской Империи До 1943 И 1944 Год Там Потом Началась Страшная Резня А ведь Вырезали Не менее 45 Миллионов Включая Всех Женщин И Детей Всех Я подчеркиваю Грудных Марили Голден Тем Самым Занималась Огромная Армия Клона Мауа Обеспечивая Всем необходимым Обеспеченные Да Хорошо Их Снабжали Так Армии Мауа От Стран Союзниц Союзниц Ша Шаги Шага Шага Шаги Я Еще Вам Расскажу Что Жизнь На самом Деле Представляли Шаг До Великой Депрессии Кстати Друзья Из Прложенной Карты Из Прложений Вернее В карты Метод Пишут Многие Исчезли Все Границы Государств Например, мне написали, что на Яндекс Карт границ официально больше нет Ну там есть всякие новости Например, в Думе предложили отменить независимость Латвии Которая, так сказать, не имела права выходить из Советского Союза Интересно, а Эстония и Литва имели право выходить из Советского Союза? Теперь, друзья, я озвучу восьмое правило волшебника вам Оно совсем короткое Будь достоин победы Как вроде все просто, друзья Будь достоин победы Вот всего три слова Но вспомните о том, что я вам говорил только что выше Если победитель будет недостоин своей победы Он всегда потерпит поражение Всегда потерпит поражение И потеряет право называться победителем Нет, ему буду, конечно, какое-то время говорить, что он победитель И внушать глупые идеи Но он уже не выдержал проверки на прочность своей же собственной победы Я уже говорил, как поступили с победителем в 1945-1947 году А победа Даже этот праздник Вот я говорю, 3 сентября У него и то отняли Был праздник реальной победы Да и всплыл Еще вопрос, над кем была победа И кто И почему эта победа была А победителя самих слили в канализацию истории А зато посмотрите, какой памятник подгрохали в Москве Маршалу смерти и адепту тьмы А потом, когда разобрались с победителями С остатками победителей Которые оказались недостойны своей победы Они оказались недостойны своей победы Потому что позволили все это с собой сделать Имея в руках оружие Будучи Имея огромный фронтовой опыт Почему-то они не сопротивлялись А потом, когда с ними разобрались Они занялись селекцией, наоборот Этот процесс называется Искусственно вызванная деградация населения Как вы проводили, вы знаете До чего дошли, тоже вы знаете Знамена победы схватили недоноски Казнокрады, палачи, дегенераты И обвешив себя орденами и медалями Классический пример Маршал, бровеноситель, Ленька Позорный Который там даже книги писал Ну конечно он ничего не писал Некогда было книги писать Он пил И платил дань Регулярно платил дань Победитель не платит никому дань У победителя не может быть таких героев Вождей и маршалов Где вы нашли победителя? Покажите мне их Кто победил? Не бывает так Либо ты победитель, либо побежденный Третьего не дано Вот например От того что Францию записали в победителя Она же победителем от этого не стала Поэтому французы Слили тоже в унитаз свою независимость И собственные истории И свои правила И свою культуру И свой язык И свою территорию слили Территория оккупирована сегодня Франция Что бы там кто не говорил То же самое произошло И с Италией, и с Испанией И с Португалией И Германией Германия вот давно С 45-го года она была Как была оккупирована Так и оккупирована сегодня Интересно Какое мирное соглашение Вот задайте О каком мирном соглашении Вам столько лет вешают лапшу на голову Про Японию Говорят что Надо подписать договор Мирный с Японией Вот кроме акта капитуляции У Японии нет ничего Япония сегодня оккупирована На ее территории Находятся войска Ну скажем так Пентагона Потому что Пентагон К Соединенным Штатам Америки Никакого отношения не имеет Он подчиняется непосредственно ФРС и Гольштейн Романову Но вопрос такой Япония оккупирована Есть акт капитуляции Других документов Никаких нет О чем идет речь Какой мирный договор Может подписать Президент несуществующей страны Российская Федерация Которой уже нет Давно В Путин Которой и не было никогда Потому что ее не создали И не могли создать Никак не получится у них это сделать С кем он собирается подписывать? С оккупированной территории? Вот я вам сказал Что на этой территории В Малороссии В Галиции Все время шли Люди воевали За то чтобы соединиться с Россией А сегодня Они усиленно с Россией сражаются Что в головах У тех и других Происходит Вот что происходит В головах У Словака У Чехов У Словенов У Болгар Никто не ответит На этот вопрос Где Такие какие-то Критерии Какие-то На которые можно Опереться и сказать Вот да Вот здесь Мы стоим И здесь Земля наша Родина наша У этих всех Ни у кого Нет никакой Родины Перестаньте писать Слово Родина Чтоб Родину иметь Надо доказать Что у мужчины Есть его Родина Что за его спиной Стоит его Род А когда Власть Которая есть На этой территории Это просто Администрация Назначенная Которая регулярно Собирает Дань Со всех этих Так называемых Стран А сегодня Даже границу Убрали И вот Говорят Мы тут За Родину Поэтому Мы нарисуем Зет Какая Родина У этих людей Нет ничего У тех Кто рисует Зет Никакой Родины Нет И быть не может Отцов Совсем Нет Никакой Родины У них Никогда Не было И быть Не может Еще раз Подчеркиваю Ладно На этом Я этот Ролик Заканчиваю Надеюсь Что вы Осознали Что такое Восьмое Правило Волшебника И осознали Насколько Так сказать Нас уводят От реальности Куда-то Непонятно Совершенно Куда Уводят И непонятно Почему Люди Все это Кушают Совершенно Непонятно Это Совершенно Несъедобно Ненравственно Неморально Ни с точки С точки С точки Логики Ни с точки С точки Здравого Смысла Это Совершенно Несъедобно Все Но люди Кушают Теперь Друзья Немножко Как всегда Поэзия Я Вам прочитаю Небольшое Стехотворение И Следующая встреча У нас Как всегда Будет Четверг Но я Постараюсь Выпустить Обязательно Ролик На втором Канале Может быть Во вторник Он выйдет Итак Перейдем Сейчас К поэзии Друзья Сейчас Я прочту Небольшое Стехотворение Оно Написано В 2007 Году Стехотворение Называется Спид Офицер Цикл Белая Гвардия Он Помнит Псовую Охоту И Барышни Соседской Да Тот Вальс Ночной И Бал В Субботу И Поцелуи У Пруда Стихи Вальбом Цветы Мимозы Дуэли Первый Холодок И Маменьки Мольбы И Слезы Кончай Куражится Сынок Коры Полков На день Рождения Наследника На русский Трон И Смерти Кровь Больших Сражений Войны Германской Страшный Фронт Свои Первые Орден На мандире Друзей Убитых Имена Графиню Польскую Влюбление С ней Развела Его Война Спит Офицер Под Монте Карло В чужой Земле В чужом Гробу С ним Спит Погибшая Держава И Наша Совесть Дежавю В июне 2007 Года Я написал Секрет Маленькое Ну Вот Сегодня Вот так Благодарю Всех За внимание